Приветствую вас сердечно, дорогой Игорь Николаевич, дорогой профессор, физик-ядерщик, если кто-то не знает, теперь будет знать и расскажет всем другим о замечательном физике-ядерщике Игорь Николаевич Астрицове. И белая ромашка, вот она белая ромашка, Игорь Николаевич. Это подарок Хасая, замечательная картина, которая вот теперь у меня висит дома, вернее, на даче. А теперь, когда вы с кем-то будете разговаривать, делать интервью бесчисленные, которые вы делаете, вы ее тоже покажите, и вы меня так прославите, ура! Ну еще бы, обязательно, обязательно, чтобы хвалиться, что сам Хасая мне подарил. Замечательную картину. А я, наконец, сегодня выспался, Игорь Николаевич. Я спал, сколько организм требует. И, наконец, выспался, и поэтому стал такой бодрый. А у нас очень много людей, которые себя не слышат. Но у них есть выбор. Вот смотрите, они слушают каких-то советчиков, соседей. И кто-то говорит, надо рано вставать, кто-то говорит, надо позже вставать, кто-то говорит, надо какие-то витамины колоть. Ну, очень много всего там в интернете. А надо слышать себя. Спать надо столько, сколько хочет организм. И тогда ты становишься полной энергией, а вы занимаетесь энергетикой. И как раз-таки символ белой ромашки, а как раз-таки теперь мы даже можем создать такой орден для вас. И первая ромашка у вас, она находится там в интернете. Это так здорово. Это символ Солнца, символ миролюбия, символ энергетики. Это просто необыкновенно. Спасибо, что вы так ее поставили, чтобы всем было видно. А я вот нашему Александру тоже белую ромашку как орден вручу, потому что он же там помогал, и вы получили вот эти вот авторские права. Вот эти авторские права. Вы скажите, пожалуйста, два слова о них, что это вам дает, и что вы теперь можете быть правообладателем в России. И Россия может выйти на первый план в мировом сообществе. Это это означает или что? Абсолютно точно. То есть дело заключается в том, что сейчас права на технологии будущего, абсолютно безальтернативные технологии, ничего на будущее просто нет. И они, так сказать, зафиксированы за мной. А я, так сказать, живу в России. Естественно, мои первые мысли о том, чтобы Россия процветала, чтобы она создала новое мироустройство в мире, которое нам, так сказать, предписано создать. Россия это должна понять и, наконец, заняться этой энергетикой. И тогда Россия автоматически будет самой ведущей и главной страной в мире. И все к ней потянутся, и будет создаваться, наконец-то, единое общее человечество. И начало этому должна положить именно Россия. Открыть путь человечеству всем людям в новую эпоху, в новую социальную организацию и в будущее. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, вот у меня такой ключевой вопрос. Вы говорите о том, что вот эта иррациональная недоступна логике. И в то же время говорите, что человек, если сделает так, а не этак, у него будет лучшее будущее. Вот это проблема выбора. Вот в религии тоже есть такое, когда говорят, что Бог наделил человека всем, а у него есть выбор. В чем его выбор состоит? В том, чтобы выбрать вот эту мамону, как вы говорите, или выбрать божественный небесный мир, вот где человек творец? Или что? Вот эта проблема выбора, когда у человека есть, в чем она? Ну, я всегда, значит, иррационально, я всегда поясняю, что там, в принципе, возможны любые действия. Там можно все, что угодно. Новые миры создавать, возвращаться в прошлое, жить в будущем. Так сказать, все возможно. Вот в качестве примера, например, электричество. Мы ничего не знали о нем в конце XVIII века, во времена Ломоносова. Только начали это дело изучать. И было известно, что есть молния, которая убила соратника Ломоносова. Что молния сверкает, там что-то происходит. Но что это такое? Как можно использовать, как это может помочь человечеству жить, то время абсолютно не знали. Сегодня мы в совершенно аналогичной ситуации находимся перед гораздо более масштабной сутью. Это иррациональная, которая в математике это называется мощность, которая имеет мощность несоизмеримо большую, чем все то, что мы обладаем на Земле. И чтобы проникнуть туда, так же, как вот в XVIII веке стали трудиться самые передовые умы человечества. И все, кто не служил мамонне, а служил Царю Небесному, они все стремились к этому познанию. Фарадей, Максвелл и так далее. Они все к этому стремились. И в результате человечество получило ту жизнь, на которой оно живет сегодня. Масса удобств. Даже трудно себе представить, чтобы мы каждый день зажигали свечи, чтобы вообще жили практически в темноте. Современному человеку совершенно непонятно и неприемлемо. Но вот эти вот люди, которые еще в те времена служили Царю Небесному, они пришли к этому пониманию. А сейчас я повторяю еще раз. Мы стоим перед гораздо более мощной проблемой. Это проникновение в рациональную суть. Мы должны понять, как это происходит, что мы можем делать, используя эту рациональную суть, и как-то, кстати, возвысить интеллект человека на недосягаемую высоту, то есть на высоту Иисуса Христа и приблизиться к Создателю этого мира, Богу, то есть к Богу Отцу. Поскольку да будет все едино, как Ты, Боже, во мне, так и я в Тебе, говорил Иисус. Вот мы должны стремиться именно к этому. Быть едиными с глобальной сутью этого мира, Богом Отцом или Высшим Разумом, как угодно можно называть. И то, и то будет правильно. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, вот мамоне служить, это служить материальному, то есть деньгам служить. Вот когда с горы Синаи он вернулся, там в иудаизме есть такое, со скрижалями, а в это время они собрались, золотого башка слепили и им умолились, и он их палкой побил, палкой побил, что так делать нельзя. Вот это мамон, это служить деньгам, да? Ну, конечно. То есть царь земной – это деньги. И говорят, вот человек, ему дан выбор, он может действовать. Совершенно точно. То есть до определенного момента выбор денег был в определенной степени рентабелен, когда люди знали об этом очень в мире мало. И сосредоточение средств в одних руках, а не расположение по всем, это, к сожалению, было необходимо даже. И многие по этому пути пошли, и они спонсировали, потому что за счет того, что они, например, когда узнали, что можно не приспичать жить, они, естественно, сразу стали вкладывать сумасшедшие деньги в развитии этих технологий. То есть самое с транспортом. С лошади пересели на паровую тягу, потом появился дизель, и, так сказать, он радикально поднял коэффициент полезного действия этих машин, существенно улучшился. И начался век нефти и газа. То есть богатые в тот период сыграли свою роль, это безусловно. Но наряду с ними необходимы были и служители Царю Небесному. А этих людей Бог наделил особым свойством, особым качеством. Он им, так сказать, очевидно, это трудно сейчас сказать, но очевидно, у них наступало прозрение не просто так, когда они обнаружили некие фундаментальные вещи, которые легли вот в развитии всех этих технологий. Я всегда вот привожу пример слуги Фарадея, потому что люди очень долго мучились, перемещали проводники и магниты, и ничего не могли обнаружить. Только передвинут, смотрят, стрелка стоит, передвинут, посмотрят, стрелка стоит, и только слуга Фарадея сказал ему, а стрелка дергает стогна, когда вы перемещаете одно относительно другого. И мгновенно началось развитие направления этой технологии в нужном направлении. После этого появился Максвук, который написал фундаментальные уравнения, которым мы до сих пор пользуемся, и живем гораздо больше, с большим удобством, чем люди жили раньше. Поэтому вот этот вот интеллектуальный потенциал, который служит Царю Небесному, он должен расти, и в конце концов он должен объять все человечество. Все человечество, весь разум обязан будет служить только Царю Небесному. Игорь Николаевич, позвольте спросить, а вот когда Христос говорил не хлебом единым жив человек, он имел в виду, что не материальным только жив человек, а еще и духовное должно быть. Вот это я так правильно понимаю, нет? Конечно, конечно. Вот я об этом и сказал. То есть были люди, которые жили духовным. А те, которые жили только земным, значит, вот я еще раз повторю, они были рентабельны, потому что они стремились к лучшей жизни. А сейчас все технологии известны, и богатые стали просто не нужны, потому что их стремление к лучшей жизни делает всех остальных погружает в бездну. И они сегодня требуют всех их уничтожить, бедных. Это так называемый сценарий золотого миллиарда. То есть богатые просто их время кончилось, они больше не нужны. то есть вот эта идея золотого миллиарда, это только при тех условиях, при сохранении той инфраструктуры, которая создана. И поэтому им кажется, поскольку они не созидают, а только пользуются тем, что есть, и пытаются этим управлять, им кажется, что действительно надо сократить человечество. На самом деле, если пользоваться новой энергетикой, о которой вы говорите, то можно и развиваться и дальше, и люди будут придумывать новые, новые вещи, которые помогут им содружественно развиваться. Не только, эта энергетика автоматически приведет к новой социальной организации. Поэтому, собственно, ее и запрещают. Именно поэтому. Потому что она сначала ликвидирует элитарность государства, а затем и внутри самих государств. Все это произойдет. Игорь Николаевич, вот раньше вместо денег был такой большой камень, который катили за услугу или за что-то там. Потом камень стал уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться и превратился в цифру. И сейчас наступает цифровой век, когда снова неопределенность. И в этой неопределенности все растерялись. Они не знают, на что ориентироваться. Подскажите, пожалуйста, в этой неопределенности. На что людям лучше ориентироваться? На материальное или на духовное? Нужен же какой-то баланс, наверное, между этим и этим. Всего подобного. Сейчас человек должен ориентироваться только на духовное и жить за счет новой социальной организации, когда каждый не тянет свой карман. Под духовным понимается это, да? А то некоторые понимают под духовным. То есть человек мгновенно становится духовным, если он перестает зависеть от кармана. Тогда он автоматически начинает думать уже о тех вещах, которые ему близки, которые продуктивны для новой схемы развития. Это очень сильный ответ, потому что многие люди находятся в заблуждении. Они думают, что духовное это обязательно мистика, это обязательно религия. Оказывается, вот как просто. Пожалуйста, еще раз уточните вот этот момент, что такое духовное? Духовное это отсутствие царя земного. Тогда все люди станут духовными. Как только царь земной перестанет править, то каждый человек будет развивать свой интеллект именно в том направлении, которое ему ближе всего. Человек живет, интересуется чем-то, и если ему не нужно воровать, набивать собственный карман, то он уже начинает стремиться именно в сторону, как вы сказали, принято говорить, духовного. это у каждого свое, слава Богу. И именно поэтому будут найдены пути в этот мир, в мир иррационального, где возможности не ограничены. Собственно, мир иррационального это есть творчество. Потому что вот я всегда привожу пример с электричеством. Когда мы видели молнию, никто же не знал конкретно, что надо делать, чтобы понять, что это такое, как это можно использовать. Никто же не знал. И сейчас то же самое. Мы не знаем, как это можно использовать, как это мы сделаем, какие туда пути ведут. Надо просто, чтобы все люди стремились сюда каждой своей тропинкой. И тогда будет найден путь, который нас туда приведет. Вот очень же простой аналог. Говорите всегда об электричестве. И истинный путь туда указал в конце концов просто слуга Фарадея. Понятно. То есть неизвестно, кто будет спичкой, которая зажжет вот это новое путей. конечно. А туда очень много путей. В отличие от электричества, туда огромное количество путей. Поэтому нужны все люди. Их нельзя уничтожать. Поэтому идея этого золотого миллиарда это просто глупость. Ну да, ее придумали те, которые не могут созидать. Потому что они не могут созидать и поэтому они разрушить. нет, не так. Они не могут созидать. Они просто привязаны к царю земному. А если их освободить от царя земного, то человек начнет заниматься делом. Ой, как им жалко расставаться со своими миллиардами, наверное. конечно, конечно. Поэтому чем сильнее они держатся за это дело, тем труднее будет переход. Так вам свою ядерную энергетику показать миру. Вот почему они наконец не согласятся поставить рядом с вами в дискуссию несколько мощных ученых. Вы наверное знаете. Назовите хоть одного мощного ученого сейчас у нас в стране. Назовите. Но я это не физически. Вы говорите не мощного ученого, а на котором очень много лычек висит. Да, это правильно. Это правильно. правильно. Где вы видели сейчас у нас мощного ученого? Вот оно оказывается в чем дело. Это кроме смеха ничего не вызывает. Вот оно в чем дело. Вот жалко Ландау сейчас нету. Жалко вот нету других которые такие большие были. Которые стремились к истинным делам. А сейчас все стремятся к деньгам, которые там сидят. учат постоянно учат. Поэтому Христос наверное разогнал всех там в церкви которые пытались торговлю заниматься. Ну конечно. Он просто показал что ждет весь мир. То есть со всего мира тогда да. Что что а мы как раз про свободу воли говорите. Как раз Игорь Николаевич подчеркнул либо ты выбираешь первичность материальных ценностей то есть деньги либо ты выбираешь духовное развитие и мы сейчас определяли что значит духовное развитие. Понятно вот когда вы говорите о том либо ты мамону ему кланяешься либо ты Богу Небесному. Как ты как ты только либо сам отказался либо значит обстоять тебя вынудили избавиться от стремления к мамоне обворовывать других и так далее то ты автоматически переходишь в категорию то что вы называете духовным а именно под власть царя небесного. Как мне очень нравится эта концепция что и те которые кланялись мамоне тоже были нужны на определенном этапе развития общества. Конечно потому что это очень справедливо вы говорите. Да именно их стремление к лучшей жизни и стимулировало процесс поиска в материальном мире. Вот теперь у меня в голове начинает что-то проясняться. Я думаю у многих начинает тоже проясняться поэтому я прошу всех пишите свои комменты и вопросы пишите. Все вопросы накапливаются. Мы их лично читаем там я сердечки ставлю что прочитано но ответ я там не всегда пишу потому что мы отвечаем вот на таких встречах с уважаемым Игорем Николаевичем Острецовым пишите пожалуйста комменты и вопросы пишите и предложения свои пишите есть ли у нас такой ученый сегодня в стране который бы мог бы на ваш взгляд мог бы сесть за один стол и дискутировать с Игорем Николаевичем и задавать ему вопросы ну я бы очень хотел чтобы хоть кто-то нашелся на кого вы хоть как бы указали что есть такой ученый как жаль наше столько ученых это просто власть должна сегодня не надо абстрактно вот эти сложные вопросы поднимать и так далее если мы решим вопрос с энергетикой то все будет двигаться в этом направлении всегда надо так сказать перед властью ставить не общие вопросы и затуманивать мозги ей и всем остальным а сегодня путь к этому который ведет это энергетика поэтому власть пускай собирает совещание посвященное энергетике и приглушает туда всех которые имеют к этому отношение и не должны обсуждаться только там парады проводятся там еще чего-то я не знаю какие там сегодня мероприятия но по энергетике таких открытых дискуссий совершенно нет потому что они боятся этого дела просто боятся а поскольку это важнейший вопрос вон экология жутко портится вот уже сообщение в интернете появилось что уровень мирового океана растет и скоро все прибрежные города превратятся в платье потому что у них сконструирована система канализации так что все выбросы будут оставаться в городах и затопят эти города вот чего надо обсуждать проблему золотого миллиарда почему власти уходят от этой проблемы но им легче при этом сократить людей и поэтому там ковид придуман это не легче это у них не получится не получится конечно потому что человеческое стремление к познанию человеческая душа требует да нет на этом этапе стремление человека выжить поскольку это главнейший вопрос становится когда энергия сейчас вот отключают вот в Европе все время показывают там начались всякие движения а этой зимой наверное будет вообще гораздо тяжелее вот этот фактор выгонит всех на улице заставит людей изменить репетиция была в семнадцатом году как это произошло когда они завезли хлеб в Питер никому неизвестные большевики мгновенно стали лидерами страны я на это надеюсь Игорь Николаевич что у нас тоже вспыхнет как спичка и за три дня что-то поменяется потому что эти олигархи надоели уже сколько можно с этими олигархами сколько можно с этими накопителями денег которые начинают управлять нормальными людьми нормальный человек вот я например не знаю как быть потому что все время нам внушают что чем больше у тебя денег тем больше у тебя жизнестойкости выживаемости чем больше ты потребляешь надо же не то надо же то сказать другим то людям что делать да простой вопрос себе надо же задавать другим то людям что делать они же просто не хотят просто так подыхать конечно а как это будут нас сокращать в этих пяти миллиардах а как они будут сокращать вот придумывают всякую идиотизм только эти войны дурацкие да 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 вот именно именно вот то что происходит это все связано с энергетикой ну естественно а с чем же еще это сейчас это еще в семидесятом году я всегда говорю римский клуб понял это провозгласил это же не я провозгласил это провозгласил римский клуб надо что-то с этим делать Игорь Николаевич я там смотрел одно видео такое критичное критикующее вас в том смысле что никак Игорь Николаевич не ответит а где же этот Богомолова этот самый ядерный ускоритель да ускоритель никак не ответит и все время говорит но его же забрали в Америку или еще чего-то ну говорит почему я не отвечаю я всегда говорю его сделали в Сарове так 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 прикажите Сарову делать он завтра начнет делать а как интересно какие проблемы я не говорю я все говорю всегда и ничего не скрываю документацию туда передали образец сделали испытания проводились в МИФИ а потом как мне тут мужики позвонили все передали американцам я не рассказываю я ничего не скрываю у меня нет тайн но потом еще говорят Игорь Николаевич он говорит как позаученный теме говорит об американском флоте который будет уничтожен ну как вот лекцию читает а может быть какой-то пример проведет что может быть если там не американский флот уничтожится при этой новой ядерной энергии а что-то другое вы можете сказать Игорь Николаевич ответить этому критикану на что ответить я не понял он говорит что вы как позаученному те кто все время приводите пример про уничтожение ядерного флота Америки ну естественно если не будет авианосцев у штатов они будут обычной региональной страной и не будут торчать в каждом углу они что он просит привести какой-то еще пример пример насчет чего почему не хотят чтобы ваша ядерная энергия ее узнали почему вашу методу не хотят чтобы узнали почему они чтобы все остальные ее потому что если у всех будет ускоритель богомолова то авианосец соединенных штатов не отойдет от берега ну да и это есть основной факт который сегодня висит именно из-за этого богомолова и убили что я скрываю нет вы не скрываете просто люди непонятно провокаторы просто глупые вопросы ни о чем задают что я скрываю я все говорю вы ответили на вопрос они может не провокаторы они может просто недопонимают потому что чего не понимать это люди делают вид потому что им заплатили чего они не понимают пускай они скажут чего они не понимают а вот это труднее гораздо вот пусть напишут чего вы не понимаете вопрос напишите еще один напишите вопрос. Мы же хотим... Одна женщина все время спрашивает, не в первый раз, был ли Игорь Николаевич знаком с физиком-ядерщиком Лаврентьевым Олегом Александровичем? С Лаврентьевым Олегом Александровичем. Лаврентьев, да? Были ли вы с ним знакомы? Спрашивает одна дама. Нет, я сейчас... Лаврентьев был в мои времена, когда я был молодым, очень известным ученым и академиком. А современного я не знаю. Нет, они пишут про какого-то Олега Александровича Лаврентьева. Ну, он тут, может быть, Лаврентьев был тогда, Игорь Николаевич? Может быть, это его сын или внук там, я не знаю. Я не знаю, о каком времени идет речь. Да, причем вот это... В каком году она имеет в виду. Потому что если вот это было раньше, чем работал Игорь Николаевич, конечно, он его знать не мог, потому что тот был старше гораздо. Надо писать, пожалуйста, мы не живем в головах друг у друга, мы не телепаты. Пишите, пожалуйста, свои вопросы более понятными, более конкретными, чтобы было ясно, ответить можно было. Это я считаю, что я должен для всех сказать. Мне многие пишут вопросы, спрашивают, с некоторыми я встречаюсь, вот сейчас буду встречаться, там говорим. Но, к сожалению, подавляющее большинство приходит не с очень конкретными вещами. А надо обсуждать просто конкретно, вот какая энергетика сегодня может быть реализована. А еще вопрос можно? Давай, Наташа. Вот тоже комментарий. Спросите, пожалуйста, Игоря Николаевича, почему он не передаст эту технологию в Иран, они ее способны реализовать под его началом. Как следствие, Иран обнулит американский ядерный флот и сделает освоение этой технологии в России, неизбежной просто в режиме конкуренции. Ну что, я не понял. Почему вы не передадите эту свою технологию в Иран? Иран может сделать так, что американский флот не поднимется? Да нет, ну передадите технологии. Ну надо делать ускорее, надо проводить испытания, выяснив все нюансы. На исследовании, например, по этому реакторам-размножителям, так называемым быстрым реакторам, истратили 900 миллиардов. Здесь не истратили ни копейки, вернее, 500 тысяч рублей за все время было выделено на эти работы. И при этом спрашивают, а почему вы не передадите Ирану эту технологию? У Ирана нет ускорителей, а на кухне я у себя сделать ускоритель не могу и провести соответствующие испытания. Странный какой-то народ, я удивляюсь, когда на спермояд, как я называю, термоядерные программы, дикие миллиарды тоже истратили, и никто там вопросов не задает. А вам, Игорь Николаевич, 500 тысяч рублей дали. Почему вы Ирану не передали эту технологию? Ну, есть голова на плечах, или она отсутствует? Еще вопрос. Что является источником нейтронов или протонов, которые ускоряют ускоритель для ЯРТ? Источником нейтронов что является? Да. Ускоритель, ну, в простейшем случае разгоняет протоны. Протоны ходят в мишень, состоящую вот из урана-238 или тория. Там начинается ядерный каскад, нарабатываются нейтроны. Примерно там с 15-10 мегаэлектрон-вольт начинается деление ядер урана-238 и тория и выделяется энергия. Вот процесс. Что ускоряется? Это ядерный каскад, в котором вырабатываются нейтроны за счет того, что ускоренные протоны в ускорителе долбят по ядрам урана. Что тут непонятного? Игорь Николаевич, вот я хочу понять, я задам последний вопрос, который меня мучает. Если ученых таких в России нету сегодня, академиков, профессоров, почему нет? В основном люди не разбираются в том, о чем вы говорите. На что можно рассчитывать, чтобы они в дискуссии могли как-то ответить на вопросы? Или чтобы решить этот вопрос, чтобы быстрее вам помогли? Да надо за один стол, чтобы начальство посадило нас. Я же везде письма пишу, и в академию, и везде. И все отказываются со мной встречаться. А надо, чтобы начальство вызвало и посадило за один стол. И посмотрело бы, кто прав. Причем дискуссию у нас сделала публичной, чтобы и люди могли это видеть. Не показывать всякую дребедень по телевидению, не поймешь про что. А про энергетику. Сегодня это самый главный вопрос. Чего они там с утра до вечера гонят эту войну на Украине? Почему про энергетику не говорят, которая мгновенно решит все вопросы? Из-за энергии люди сегодня дерутся. А вот эти начальники большие понимают это, что из-за энергии все это происходит? Они просто служат денежным мешкам, иначе их уберут сразу. Понятно, понятно, понятно. Теперь понятно. Мне в голове прояснилось. Понятно теперь. Сегодня пока деньги управляют. Ну, к сожалению, да. Пока еще они, по факту, сильнее. Пока они еще управляют, поэтому и штаты во главе мира пока. Понятно, понятно. Спасибо, Игорь Николаевич. Вы не будете возражать, если мы через день-два сделаем еще одну встречу, потому что вопросы там накопились, мы не все сейчас задали, а мы хотим больше вопросов вам задать. Нет проблем, конечно. Моя задача, например, вашу концепцию, чтобы больше и больше людей начали понимать, о чем вы говорите. Конечно, и чтобы требовали, чтобы, наконец, вопросы энергетики стали самыми главными. А то говорят, а, России хватит, а на других нам наплевать. Вот Китай, то с этим он и доест, терминологию заберет он Сибирь, вот тогда в раз поймут, хватит России энергии или нет. Россия с Украиной, ты не можешь справиться. Смех. Уже больше двух лет война идет. А с Китаем что они будут делать? Это же анекдот сущий. Это же надо, чтобы дошло до каждого человека, чтобы мысль довладела массой. Нет, это очень, это очень несложно, чтобы дошло. Это человек хочет или не хочет. Просто кто его сильнее тянет? Так сказать, собственный карман, то есть царь земной, либо, так сказать, его будущее, будущее его детей. Спасибо, Игорь Николаевич. Обнимаю вас сердечно. Здоровья вам. До встречи. До встречи. Спасибо. До свидания. Будем ждать вопрос. До свидания. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи.